Если будет время, если мы его сможем сэкономить, а я постараюсь это сделать, потому что считаю, что это не так важно рассказывать и повторять многие аспекты уже рассказанного. Но в то же время кое-что может быть и есть смысл упомянуть. Почему? Потому что мы очень часто, когда собираемся на нашей конференции, показываем в принципе чужой опыт. Мы говорим о том, где сами не работали и не делали. Но в случае с иммуно-онкологическим направлением это не совсем так. Во всяком случае мы, я имею в виду Институт Петрова и отдел лекарственной терапии опухолей и онкологический научный центр, очень активно работаем в разных программах, в первую очередь по меланомии, но и не только. И у нас есть определенный взгляд и определенный опыт и понимание, что очень важно для нашей внутренней аудитории, потому что, слава богу, недавно мы зарегистрировали эпилемумап в России, что может означать все-таки его появление в руках онкологов в разных частях страны. А вот, кстати говоря, про этот слайд я бы добавил сюда Мечникова, который в 1902 или 1904 году получил Нобелевскую премию за открытие фагоцитоза. А как мы понимаем, фагоциты – это предшественники дендритных клеток, а сегодня дендритная клетка играет очень большую роль в этом вопросе. Ну и, конечно, можно сказать о том, что сама меланома всегда была любимой болезнью онкологов, которые увлекались иммунологическими подходами, потому что были прецеденты, когда меланома показывает такие интересные факторы частичного регресса, иногда даже полного. Поэтому многие годы она была под прицелом и, можно сказать, была первой моделью, на которой были отрепетированы иммунологические подходы. А их на самом деле на сегодняшний день два сценария. Левый сценарий – это раскрепостить лимфоцита, снять с него оковы, а правый сценарий – это спасти лимфоциту жизнь, потому что лимфоцит часто находится в плохом окружении, и это окружение влияет на его жизнь. Собственно говоря, эти два сценария и осуществляются сегодня достаточно эффективно. И вот этот слайд, я бы сказал следующий о нем, что, ну, это уже совершенно очевидно и ясно из прекрасного сообщения доктора Гермонта, иммуно-онкология становится универсальным методом лечения рака. Если раньше мы задавали вопрос нашим ученым, клиницистам, а можно ли изобрести лекарство, одно лекарство от рака на все виды, то большинство ответов говорилось нет, потому что у каждого рака своя история возникновения. Но вот с приходом иммуно-онкологических препаратов меняется наше представление о возможности лечения рака. И получается, что не исключительно противораковые по своей природе вещества дают универсальный противораковый ответ. Вот в чем сегодня интерес к иммуно-онкологии самой как таковой. То, что касается эпилемумаба, да, действительно, он, может быть, не очень ярко поначалу себя проявляет, но уже в ранних работах было видно, что медиана длительности ответа была существенно выше, чем для сравнения с химиотерапией. И надо сказать, что на сегодняшний день в мире накоплен огромный опыт, 14 тысяч человек, половина из которых – это участники различных клинических исследований, а половина – это пациенты, которые получали возможность лечиться в программах так называемого расширенного доступа. Собственно говоря, и мы имели эту возможность, о чем я сейчас скажу позже. И, естественно, мы знаем о том, что есть платоподобный эффект эпилемумаба, что, собственно говоря, делает его очень интересным для применения. Потому что платоподобного эффекта мы никогда не видим, используя химиотерапию, используя другие препараты. Мы думаем, что платоподобный эффект будет и с препаратами антипидии и прочими новыми. Возможно, что платоподобный эффект будет и с берафангибиторами, но здесь нет полной уверенности. То, что касается нашей страны и нашего опыта, коротко остановлюсь. Мы принимали участие в разных клинических исследованиях, а точнее в трех, в том числе и в исследовании, где применялся эпилемумаб с одевантной целью пациентам с меланомой и большим риском метастазов. И у нас есть опыт расширенного доступа к препарату. Мы принимали с моей коллегой Светланой Анатольевной Проценко, еще одним питерцем, Георгием Моисеевичем Манихасом. Это другое учреждение в Питере, городской онкологический диспансер и онкологический центр, онкологический институт имени Петрова. Два учреждения в Питере и одно в Москве. И в общей сложности у нас, вы видите, мы включили в наше исследование 240 пациентов. Плюс те, которые получали реиндукцию. А что это такое? А это вот что за ситуация. Дело в том, что пациенты, если они отвечают на эпилемумаб, а потом этот ответ через какое-то время уступает другому эффекту, вновь прогрессирование, то возможна реиндукция. Вновь лечение эпилемумабом. Поэтому если посчитать с реиндукцией, там будет существенно побольше. Ну и здесь, что важно вот в этом слайде, что 85% наших пациентов – это больные с меланомой кожи. Но не только. Мы применяли его и у пациентов с глазной формой меланомы, и с меланомой слизистых. Конечно, количество пациентов у нас невелико вот другими формами меланомы. Поэтому не думаю, что есть смысл это обсуждать. А вот то, что касается непосредственной эффективности. Здесь, чтобы не усложнять прочтение этого слайда, я покажу. Значит, если прогрессирование мы имели у 61%, вернее, 3%, то в общей сложности эффективность была чем-то 35%, учитывая и стабилизацию, и частичный регресс. Ну, в отношении полных, может быть, не очень много их было. Тем не менее, и это было. И это было и при длительности ответа медиа ненаблюдения 21 месяц, мы имели и длительность ответа подобного же народа. То есть, вполне приличный результат. Вполне приличный результат. Почти два года. И что еще важно, мы постарались оценить общую выживаемость за это время. Ну и посмотрите, значит, у нас получается 20 месяцев. И надо сказать, что вот если вы посмотрите на периоды времени, значит, sorry, 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 куда я пошел. Вот он, да. То на два года мы имеем 36%. Это неплохая цифра. Вполне соответствующая всем тем данным, которые мы имеем из других уже опубликованных источников. Ну, по профилю токсичности я не буду останавливаться. Я вот хотел бы на этом слайде еще заострить наше внимание, потому что, конечно, у пациентов были нежелательные явления. И иной раз мы знаем, что нежелательное явление – это проявление аутоиммунности. А ведь именно аутоиммунность позволяет этому лекарству себя проявлять и как противоопухолевое лекарство. И согласно вот этому, значит, нашей картинке, мы видим, что те пациенты, которые имели аутоиммунность, они имели чуть лучшую кривую выживаемости. Хотя я, естественно, не могу давать сейчас полный на этот счет гарантированный ответ. Поэтому, конечно, наш опыт все-таки говорит о том, что мы, безусловно, подтверждаем то, что уже всем очевидно и ясно. И нам очень важно, что в нашей стране мы, наконец, зарегистрировали эпилемумап. И нам очень важно получить как можно быстрее препараты нового поколения из класса иммуно-онкологических. Ну, будем надеяться, что это случится. А пока достаточно. Спасибо. 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 Спасибо.